Работа по демонтации нестанциональных торговых объектов мы начали еще в 16-й годах. Всего за этот период мы демонтировали 83 объекта. Из них 39 объектов, в которых реализовывалась спиртосодержащая продукция двойного назначения. Как вы знаете, мэром обозначена, много раз обозначалась уже четкая позиция части проведения мероприятий по демонтажу объектов, части нарушителей алкогольного законодательства. И эту работу мы планомерно и системно ведем. Хотя, конечно, получается, некоторые объекты приходится нам сносить, с какими-то откладывать сроки. Но это совершенно не зависит, как говорится, от исполнительного комитета. Потому что есть различные судебные тяжбы, так скажем, между предпринимателями и исполнительным комитетом. И пока мы не вступаем в правовое, так скажем, русло, мы эти объекты не сносим. Поэтому все то, что демонтировано, и все то, что планируется демонтировать, все идет в правовом русле. И вы знаете, что восстановление по демонтажу, которое тоже у нас работает с прошлого года, значит, оно всеми службами, и в том числе прокуратурой, оно у нас согласовано. И никаких каких-либо действий, связанных с демонтажом, неправоверных, еще никаких решений в этом плане не было. Единственное, сегодня вот демонтажер этого объекта, который мы сегодня производим, это демонтаж объекта АЮ, расположенный на основном, с ними было, с ними у нас идет степная тяжба. Значит, вначале мы обжаловали, то есть сначала мы признали этот объект нестационарным. То есть у них, они говорили, что у них был стационарный объект, явился у них на этот документ. Этот объект арбитражный суд не стал недействительным, значит, не признал ему стационарным объектом. Потом, после того, когда мы получили этот документ, мы начали решать вопросы по демонтажу. И администрация Центрального района была по восстановлению Республиканского комитета наклеена предписание о демонтаже этого объекта. В связи с тем, что имелся 14-дневный срок по демонтажу, значит, в это время собственник этого объекта подал в арбитражный суд на незаконность наших действий по нашему этому обрешению. Значит, хочу сказать вам, что вчера было заседание арбитражного объекта, и наш этот нормативный документ по этому подписанию признан действительным. Но пока документ на руки мы не получили, наши аресты были в арбитражном суде, и этот нормативный документ. После того, как мы получили... Поэтому с сегодняшнего дня мы на принятые решения в демонтаже этого объекта. То есть, получается, выясни свои знания, несмотря на то, что мы отполезли, как вы получили. Почему? Что это значит? Какой бумаги? Ну вот это вот все вот причинский демонтаж произошло без того, как вы получили на данный момент в кульманах российских. Просто решили сюда, и все. Ну есть, а где обратился бы, знакомый российский. Разве мы представляем, что на законной ссылке на законной ссылке? Законная ссылка на законной ссылке никогда. Наверное, с данным моментом было выступать как-то. За кого казак, как у вас выступает? Вчера, в вашем виде, мы получаем от наших членов, которые находятся на остановочных локациях. И вы знаете, что мы постоянно получаем от наших членов жалобы на, так скажем, нарушения, которые предприниматели нарушают, которые не получат у нас на остановочных локациях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!